А сегодня десятки жителей Москвы и Петербурга попали в метро непривычным для России и уже популярным за границей способом. Использовав в качестве билета мобильный телефон. Его нужно просто приложить к турникету. Испытывали новшества пока не рядовые пассажиры, а представители большой тройки мобильных операторов, обещающие запустить проект уже в начале 2011-го. Расплачиваться мобильникам можно будет не только в метро, но и в аэроэкспрессах, поездах, которые ходят из Москвы в три столичных аэропорта. Перед этим в телефон нужно будет установить специальный чип и скачать приложение. Зато потом не придется стоять в очередях и носить в карманах мелочь. Антон Вольский проверил технологию на себе. Пока эти манипуляции с мобильным телефоном вызывают удивление. Приложить телефон к турникету и пройти – это что-то из области фантастики. Нужно приложить телефон к метке на смарт-постере вот таким вот образом. В телефоне запускается приложение. Как быстро это произойдет? Несколько секунд. Мы пишем «отправить смс для приобретения билета». Отправляем это смс. Вот он наш с вами электронный билет. Комиссия, как видите, 0 рублей. Мы подходим к турникету. То есть неужен с телефоном. Здесь нужен штрих-код какой-то, чтобы был лишний. Прикладываем его и проходим. В каждом сотовом телефоне на счете лежат деньги, которые можно использовать не только для оплаты разговоров. Весь вопрос до сих пор был в том, как их потратить. На помощь пришла новая технология NFC – связь малого радиуса действия. В отличие от Bluetooth, связь устанавливается мгновенно – менее десятой доли секунды. Правда, аппарат нужно поднести вплотную к приемнику. Это инновационный проект для России, абсолютная инновация. Вот сама антенна, она непосредственно наклеивается на сим-карту. Она вставляется в слот сим-карты. Антенна выводится на батарейку под крышкой телефона. В некоторые аппараты NFC-чип уже встроен. Другие скоро можно будет бесплатно модернизировать в любой точке продаж сотовых телефонов. Наиболее широко это собираются использовать в метро, что позволит избежать длинных очередей к кассам. Разработчики этой новой технологии уверяют, что с каждым шагом она приближает нас к тому фантастическому будущему, в котором нет очередей и даже наличных денег. Впрочем, пока об этом можно только мечтать. Сфера применения этого новшества в России пока крайне ограничена. Помимо московского и питерского метро, использовать телефон для оплаты проезда можно будет только в электричках, ходящих в аэропорт. Хотя за границей подобные платежи принимаются повсеместно – в кафе, магазинах, ресторанах и на заправках. Главное преимущество нового стандарта передачи данных – молниеносность. Главное неудобство – на телефон нужно класть гораздо больше денег. Надобность в мелочи, особенно в металлических деньгах, она практически пропадет. И сегодня технология НФЦ и ориентирована на замену металлических денег. Изначально рассчитывали, что технология НФЦ появится в телефонах в 2008 году еще. Потом ждали 2009 год. Сегодня, конец 2010 года, технология широко так и не появилась. Большинство производителей говорит о том, что она появится во второй половине 2011 года. Новая технология может изменить наше представление о мелких покупках. Хотя то, что в России не получили распространение столь популярные на Западе бесконтактные кредитные карты, заставляет усомниться в успехе и этого нового введения. Антон Вольский, Дмитрий Демин, Илья Федосов, Михаил Оркин, телекомпания НТВ, Санкт-Петербург, Москва. Продолжение следует... Продолжение следует...